О май гад, я хочу сквозь ламп пролететь О май гад Ребят Ну что дорогие друзья, всем привет С вами Клауд, вы на канале Клауд АМ И сегодня у нас будет серия по просмотру Самых лучших построек за последнее время Из воркшопа, конечно же вы будете снимать Все это в продвинутом режиме, потому что мне кажется Постройки сделаны не в продвинутом режиме Просто ну сейчас скучные Интересные и продвинутый режим Очень-очень сильно привнес И так в принципе была игра очень-очень классная А сейчас это все привнесло Гораздо-гораздо больше интересов И первой такой постройкой у нас будет вот такой замечательный вертолет BLAH1Z называется Кликуха у него вайпера или гадюка И естественно сделан в продвинутом режиме Только посмотрите, как классно Вот в скраб механике вот такой в жизни не построится Я уже молчу там про механику убогую и так далее Но даже без модов Здесь все очень красиво сделано Ну собственно говоря модов пока нет Но здесь модов кстати никогда и не будет в этой игре Потому что моды на мой взгляд немножко испортили скраб механик И это не очень круто Ладно, давайте выгодить наш транспорт Закроем наверное передний кокпит Идем во второй кокпит Сели Так, надо закрыться Нажимаем шестерочку Закрылись Запускаем двигатель Давайте не пускался небольшой газ Поставим Ладно, давайте еще на маленькой скорости пойдем Запускаем движок Офигеть, давайте посмотрим со внешней стороны Очень красиво нарисован Так, автоховер давайте Автостабилизатор включу Отлично И потихонечку давайте выныривать вперед Выезжать из этого ангара Плавненько Аккуратненько Ничего не задевай, надеюсь Офигенный, просто офигенный вертолет Ребят, вы только на это посмотрите В чем даже вроде как пушки работают Но, по крайней мере, пушки вроде как можно вращать Офигеть Так, ну, обычное управление То есть у нас на буквах у нас Влево, вправо, вверх, вниз, вперед, назад Наклон вертолета А на стрелках у нас поворот вертолета И мощность вертолета Вверх, это, естественно, вверх, вниз, а вниз В принципе, неплохое, это стандартное управление Из кабины тоже неплохой вид, кстати И, ребята, чтобы нам пострелять Нужно пересесть В кресло пилота Здесь тоже можно пройти вертолетом, кстати Когда я врубаю, значит С этого кресла можно тоже управлять Все, понятно Наша ску... Понятно Значит, пересели, вырубили И, естественно, кресло это, типа, старое не работает Теперь работает все именно с переднего кресла То есть такой перехват управления очень прикольно сделано Так, давайте посмотрим, как эта пушка вращается Вот, нижняя, видите, пушка вращается влево-право Мутяка классно сделана Давайте поближе поставлю Так, и, например, можно наверх Ап Ну, и, наверное, все Потому что, да, она не стреляет, скорее всего Давайте посмотрим клавиши Это у нас освещение различное Которое мы не видим Это освещение в кабине Классно сделано Так, это убираем Давайте немножко полетаем Сейчас, наверное, от кабины полетим Так Так Это слишком мощно мы полетели Прям не ожидал Комфортный очень вертолет Если вы, кто захочет скачать, посмотреть Вам понравится Это все пролили У него очень прикольное Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй И чуть Чуть не врезались Я отравил стабилизацию И все полетело нафиг Видите Горит лампочка у нас на хвосте Я так понимаю, это та штука Давайте посмотрим, она ли Да, она Жалко, что пока в игру не добавили пушки какие-то ракеты, я думаю, что в будущем это будет обязательно, потому что разработчик, это честно, как механика часто выпускает различные патчи, интересно, в том числе недавно вышел патч, где добавили большое количество окон теперь можно ждать более красивые подводные лодки там и там подобное АЙ! В общем, я так понимаю, уже завести нереально будет, давайте попробуем, конечно Да, уже завести нереально будет, то есть уже все, хана, газ жму ничего не происходит Но этот, по-моему, очень крутой, мне очень понравился Как я уже говорил, сегодня у нас будет преимущественно летательная техника, и у нас тут еще один классный вертолет есть, я думаю, все вы уже знали, это Хьюи, да, так знаменитый вертолет, который в Вьетнаме очень популярный был Давай с ним тоже попробуем покататься Красивый дизайн, только у нас ну да, он двухлопосной, Хьюи всегда был Это не то, что у нас и ведущий вертолет тоже Ведь, видимо, от того же чувака, потому что такой же эхлоп сделан, или забор воздуха Что это такая за штука? Мы можем теперь посмотреть что это за штука, откуда она идет Давайте его разденем вот так вот и посмотрим, что туда идет А так, наверное, не посмотришь Ну видите, сколько много всего, да, напичкано Есть также режим электрики, в принципе, то же самое только просто по электрике показывает Как видите, на винт выходит мощность, на задний винт от этого же двигателя Но тут внутри мы не видим, к сожалению Может быть, а, наверное, все-таки для вида сделано Это все-таки фейк, мне кажется Ну да, фейк, это ничего не проходит Так что все нормально Ну что ж, давайте взлетать, садимся за пилотское кресло Пилотское кресло, как всегда, находится с правой стороны вертолетов, не знаю, почему так сделано, но вот это факт у всех вертолетов с правой стороны Так, немножко мощности добавим Знаете, надо до 40 Видимо, дверь можно закрывать Прикольно сделано Видите, раскручиваются винты, видели? Поскольку прибор находится с этой стороны Слевой, ну, судя по всему, получается, что пилотское кресло все-таки с левой стороны Потому что там только вот было зажигание и все Врубаем фулл памп И теперь все нормально пошло Почему здесь фулл памп к запуску двигателя? Очень странно, так, надо мощность убрать И мы сейчас улетим куда-нибудь По-моему, проще, у нас тут очень много интересных приборов Смотрите, есть и высотомер Там сдохло Бывает Скорость, авиагоризонты Есть даже, смотрите, часы Тоже прикольно Температура двигателя А сколько всего топлива Обороты двигателя И Главное, батарея Сколько заряжено Прикольно тоже аппарат хивы Давайте полетаем, попробуем Тоже должен быть без всякие проблем летать вот таким образом Стрелки стомера И стрелки Скорость и прям как бешено крутится Надо было бы нормально настроиться Здесь тоже нормально настроиться Тихо, мы сейчас утоним Опасно Жалко нельзя курс задать, чтобы он был наклонён И была бы мощность правильная Можно было бы классно лететь А так непонятно, какой-то пример у нас сейчас летишь Давайте отключим автоховер, посмотрим Как полететь без автоховера Да, без автоховера вот так вот летает Автоховер срочно Не, в этой игре нельзя без автоховера летать Потому что очень-очень сложно управлять потом будет Ну что, друзья, очередной вертолет мы с вами утопили Он офигительно крутой Ну что, друзья, еще у нас интересный аппарат Не так красиво он, конечно, нарисован Но это называется F-22 Raptor Такие штуки странные Это же бомбы, ракеты, запасные баки Это двигатели так стоят, что ли? Нет, не будут у него двигатели Нужно сказать, это какие-то бомбы Видимо, их как-то можно сбрасывать Да, цепляются, видимо, бомбы Это будет, судя по всему, очень весело Так, давайте попробуем запуститься Добавляем немножко газа сразу, чтобы поехать по-быстрому У нас также, смотрите, есть экстренный парашют сзади Чтобы можно было нормально приземляться Тоже прикольно Запускаем двигатели Стоплю, у нас все хорошо Это зарядка аккумуляторов Не происходит это на скорость Давайте улечим газ побольше Так, запустились Опасно будет Так, так, слушайте, ну неплохо Когда уже вылетел сюда Улет уже получше, да, мне кажется Ой, какой мощный Так, выравниваемся Офигенный стримитель Ну да, заднююшку подкачал И так вот, как другие Так, давайте шасси уберем Ну, шасси как-то прижались и все Ой, господи, мы можем улететь выше Выше облаков всех Офигенный аппарат Давайте посмотрим, как он управляется Все вроде бы неплохо В принципе, какая сейчас высота Подождите, мы сейчас разобьемся Скорость, если-то нету К сожалению Так, друзья, что, попробуем скинуть бомбы? Правая бомба пошла Ну, что не пошла? Левая бомба пошла Че с бомбами? Че нет, не спускаются Так, а давайте попробуем Парашют А, бомба одна отцепилась А, обе отцепились Пасто время нужно, поведимо, таймер Видели там взорвалась бомба от пола? С парашютом прикольно Давайте проверим Есть ли у самолета инерция Мы нарубаем полностью газ Включаем нафиг парашют Нет, смотрите, нет инерции Газ кончился, и все Я не могу вырвать самолет В примере, так же была реализована механика В какой-то игре была А, в Трайлмейке, в самом-то, еще так же Ну, для начала давайте посмотрим, как у него с механикой Ну, да, много всего сделано Какие-то, видите, бомбы, все-таки, что-то там взрывалось Когда мы отпускали эту штуку Но это, кстати, двигатели Они, видимо, раскучатся, тогда отпускаются Что в этом роде, сейчас посмотрим Начинаем движение Шасси, шасси сломались Как проблема с шасси, блин Ап Ну, ключи они почему-то, ладно, неважно Я хочу посмотреть, как падает бомба Мне вот это интересно Так, целимся ровненько на остров Отпускаем две ракеты Ну, когда они сами plut SPI Какое-то время Я так понимаю Да, вот они врубаются Смотрите А потом отпускаются Ахахахахахахахахe Ахахахаха Ахахаха Ахахаха Это типа ракеты Хахахахахахах Вторая вверх, кстати, полетела там Да, это как ракета Слушайте, её реальноок запускает двигатели все это летающий двигатель запускает двигатель а потом получается стреливать ракеты офигеть и там звук это маленький бензобак есть что они дальше подлетают скоро топливо там закончится и все должен топливо закончится там без обойти всего черт придумал классная идея да сделать ракеты маленький двигатель с бензобаками очень круто ребята конечно он смотрит тоже очень крутой а то в нем ничего не видно я не вижу куда я лечу неудобно в этом плане поэтому только от третьего лица можно нормально управлять ну ракеты прикольно сделаны то есть запускаются двигатели и они улетают сами отцепляются но вот эти ракеты так сказать в разрезе смотрите вот они вот сам двигатель вот какие-то компрессорами что-то в этом роде здесь бензобаки стоят да вот бензобаки смотрите фуэл танк джетфуэл да я все был я был ребят прав идея просто но очень крутая очень так ну еще один маленький двигатель аппарат давайте тоже его посмотрим вот такая штука на таких вентиляторах думаю будет весело прикольно джок взял смотрите то еще раз показываю ключ на старт и панель прогибается она калибруется з-батарей пошел здесь сто процент заряжена батарея ведь пока сто процентов то есть как-то тоже чувак взял через логику это можно видимо а это менять между хоппилот то есть передавать управление влево-право можно с помощью этой клавиши прикольно тоже сделано запускаем движок а вот такая маленькая хрень смотрите их офигенно а есть какой-нибудь авто авто толл на запись больших кнопок я не вижу только обычные кнопки не самое удобное управление мне кажется на свете но такой же пример как у вертолетов очень прикольный человек много логики сделано классный бульк она очень странно летает но она летает и на помню я самому выравнивает каким-то образом то есть здесь не авто холст здесь какая-то другая фигня стоит по-моему запрограммированным если я правильно понимаю это у нас скорость это у нас высота суши скорость неплохая набирается а весь их он на сразу ходит высоту то есть очень удобный аппарат просто для этого нет даже мучиться мигает еще лампочки смотрите офигенно пока скорость набираем а вот это максимум видимо сотен наберем и автоматически ходится высота очень удобно просто офигеть как удобно ребят давайте посмотрим изнутри очень тоже много все к управлению господи только всего напичкано как чувак это я еще столько напички на конечно штук не делал но многие люди вот заморачиваются это просто офигеть как смотрите просто офигеть чем-то сделано все подвинутом режиме от двигателя проводится вся воздуха хрень ну которая засадывает воздух топлива здесь даже бензобаки там подобное вот они здесь внутри стоят видите офигеть давайте посмотрим еще один летающий аппарат очень тоже крутой на стремно смотрится это у нас донер ду-335 по-моему так он называется блин полиметики прикольно сделаны офигенно это же только слишком какой-то большой высокий такой не тоже большой а немецкий что смотрите крест какой-то и сзади пропеллер у него так у него сзади а у него еще и спереди пропеллер офигеть а может как-то забраться на него так удобненько что-то сделано кайфно мне нравится так водимся так если пилота запускаем двигатель так двухпропеллер воздух у него дыма смотрите идет обожаю продвинутый режим так прикольно такого что так резко сортанул я не успел офигеть сцепление пережал все полетело ой-ой-ой-ой-ой что у нас так медленно закручивает так надо убрать шасси ох ты щит как он какой-то он стан управления немножко инерционного не управления давайте больше мощи дадим час так 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 сначала выровнится не инерционное управление мерц очень большая в управлении так давайте больше максимальный газ и максимально сцепление важным крутой конечно тебе скажешь офигенно 2 винта в общем винты расположены необычно эти воздух снизу засасывается моторы чуть больше что подвинутый режиме здесь тоже опять же есть бензобаки опять же же проводить все все трубы проводить нужно и так далее пускаем цуна и попробуем не врезаться в это цунами что будет просто интересно стало уже так ищем цунами и притим сквозь цунами так я уже вижу цунами о май гад я хочу сквозь цунами пролететь о май гад ребят лав мы горим и тратильной на горим офигеть а если обратно так нас потом мощности не хватает надо больше монтаж добавить а всем из У нас двигатели сдохли Всё Алис как говорит Вален, то есть мы сейчас пролетели, двигатель, всё, они сдохли Они просто сдохли Но это было прикольно Воу, 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 чё? Ха-ха-ха-ха-ха Чё отмышли, чё, цинами? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Вау, вау, на меня лицут какие-то бочки Чё за дичь? Ух, затопило нафиг наш остров Офигеть, цинами, конечно, придумали классный Чё хочу смерть, чтоб появился Было бы, вообще, просто шикарно Хе-хе-хе-хе Если б ещё был смерч Вон наши эти боечки всякие, различные Картонные коробки и тому подобное Ладно, давайте посмотрим последнюю постройку на сегодня Это будет уже плавательная постройка Она очень милая, мы уже примерно такую смотрели Но она такая милая, такая классная Что я просто очень хотел её посмотреть, друзья Вот такая вот постройка, смотри, какая милая Всё тут написано, давайте посмотрим её в таком режиме Гы-ы-ы-ы Господи, сколько тут всего Как я просто еще фигово делаю постройки, да? Как люди заморачиваются, как-то все. Вот это дичь. Но он такой милый, этот паровозик наш. Смотрите. Паровозик, в смысле, ну вы поняли. Называется Мистер Наутилус или Профессор Наутилус? Подождите, что написано. Называется ПТ Наутилус. Что такое ПТ? На счастье, думаю, напишите и расскажете. Офигенно, он такой-то такой няшный, такой классный. Ага, вот, нашли, наконец-таки. Дверцу. Так, закрываем, чтобы нас не затопило на всякий случай. Есть огнетушитель нарисованный-то какой-то. В общем, похож пока на огнетушитель. Нарисованные шкафчики тоже классно смотрятся. Офигеть, там, видимо, освещение, да? Не все почему-то работает иногда. Возможно, просто питание нет, поэтому не работает. Сколько здесь кнопок, ребят? Вы издеваетесь? Нафига столько кнопок? Охлаждение, различные обороты. Обороты воздуха, обороты глачевых жидкостей. Что? Зачем? Зачем? Зачем столько кнопок? Сейчас попробую найти их, что здесь надо включить. Я заботюсь это искать. Все, повключаем, конечно же, обязательно. Есть подозрение, ребята, что нам нужно куда-то назад спуститься. Там что-то выключить внизу. Там, может, это по-другому не включается. Как же классно сделано. Смотрите, система... Точнее, место, где двигатель, СО2, прям все написано. Кислород. Тут очень сложная система запуска, судя по всему. Нам не хватает электрики. Нам нужно питание запустить какое-то. Где он находится? Хорей, мы его знаем, чтобы ему полгода его искать. Но питание, судя по всему, вы здесь вот. Потому что здесь вот аккумулятор. Смотрите, прям нарисовали. Плюс-минусы, да? Ну вот, это главное рубление, я так понимаю. Да? Да, все заработало. Наконец-таки я забыл запускать все это дело. Капец, столько надо включить. Ну тут надо-то разбираться, не знаю, в технике. Очень круто. Запускайся двигатель. Запустили. Наконец-таки все включено, стабилизация. Как куда-то сделано машиноделение. Просто бомбически круто. Че, какие-то двигатели тут не до конца запущены. Че-то не хватает. Все, поднимаемся обратно. Слушайте, у самой крутой машиноделения, которую вообще я видел. Ну, вы видели, сколько там, как там наворочено просто. Смотришь и охреневаешь. Фу, я прям в шоке. О, здесь есть, понимаете, плита, каюту. Какой же милый, классный буксирчик. Господи, это самый лучший буксирчик на свете. Здесь карты для двигателей. Как он, смотри, все рисовал. Эти карты рисовал. Чувак просто, просто гений. Так, запускаемся, потихонечку двигаемся. Ускоряемся. Давайте, корреспонтроль на максимум включим. Лево-право двигатель, все в максимум. Все, оба двигателя включены на максимум. Давайте посмотрим, что еще у нас есть. Правильно, влево-вправо. Здесь, в принципе, по-моему, даже автопилот есть у нас. Если я правильно помню. Да, вот автопилот находится. Видите, автопилот. Можно задать курс, куда ехать, и он может двигаться. Нам пока не нужно. Не люблю автопилоты. Нет, это очень круто, но я пойму все неправильно. Но люблю по самому порулить, как говорится. Два двигателя, видите, вот они работают. Я их два полосы могу включить. Господи, какой классный. Самое главное, какой продвинутый буксир, да? Просто жесть. Такой приятный звук, как он бум-бархатистый такой. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Это у нас биринг. Я не знаю, что такое биринг. У нас звучит какая-то шестеренка, что-то какой-то прибор какой-то. А, вот эти парадарты. Показал, как мы отъехали. Он реально рисует в реальном времени, запрограммировали, да ладно? Нет, это фейк, это фейк. Это фейк, ребят. Но крутой фейк, крутой. Смотрится офигенно. Ну, здесь прибор, который я показывал раньше. Давление охлаждающей жидкости, температура охлаждающей жидкости. Это давление в барах охлаждающей жидкости. Точнее, давление масла показывает. Это тоже какие-то обороты, не понятно чего. Это давление, не понятно чего. Это температура охлаждающей жидкости, не пасть на чего. Так, ну нам нужно цунами запустить, ребят. Нужно цунами, конечно же, понимаете. Без цунами будет скучно. Врубаем цунами. О, господи, началось. Неужели заедем? Так, так, затапливать нас. Но мы заезжаем, у нас под мощностью. Зарухли двигатели. Цунами нас переворачивает, все. Вау, 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 смотри, что происходит. Все нормально, ребята. Живем. Офигеть. Выровнялись. Это поворот. Это нежданчик. Их можно плыть дальше теперь. Офигенно, когда что пищит. И почему это пищит. А, вот дача пищит. Смотрите, вот дача пищит. Показано, что гениатор затопленный. Потеря энергии показывает, ребята. Нужно в случае перезапустить аукс. Срочно введем на аукс перезапускать. Где у нас аукс был, я помню. Вот он. Эй. Запускайся. Запускаем аукс. Вот он, наверное, кастер его нашел. Не запускает. Затопило нафиг. Хотя нет, оборот пока запущен. Не, запущено, получается. Подожди, запущено. Да, нагревается. Все нормально. Ах, как классно плать на классном корабле. Давайте сейчас, наверное, заберемся. Поправляем сверху. Ну, это тоже, как я понимаю, можно без проблем. Перехватываем управление и плавим. Офигенно, ребят. Просто круто. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, вам было интересно. С вами был Клауд. Спасибо, что смотрели. Пока-пока-пока. Продолжение следует.